Можно ли использовать старые фильтры, советские, от старых противогазов для наших целей? И у меня тоже такая же идея возникла. Вот такие вот есть противогазы на авито. Можно найти по всей стране. Даже на территории СССР. Везде они есть. Это GP4. Видимо, очень много их на запасах. Сейчас продают за копейки. Мне он понравился тем, что фильтр у него вот такой здоровый. То есть, здоровенный. Почти похож на тот фильтр, с которым я последние два месяца работаю. Дот 780. Но, смотрите, в чем отличие. Да, это тоже с развернутой шехтой. То есть, видите, там колодец. Глубокий колодец. И фильтрация идет по вертикальным стенкам. Это развернута шехта. Но, когда я начал собирать, что обнаружил? Что эти фильтра... Эти фильтра... Меньшего диаметра. Они не 100 мм. Видите, вот в муфту они не входят. То есть, если современные фильтры, все сюда входят. Они 100 мм. Старый от GP4, он почему-то маленький оказался. Но, тем не менее, все-таки я решил попробовать. Потому что резьба-то она подходит. 40х4 она остается либо работать. Да, все, резьба закручивается. Все отлично, все нормально. Вот таких вот два противогаза. Купил два противогаза по 200 рублей. То есть, на 400 рублей я получил два таких фильтра. Маски придется выкинуть безжалостно. Мне они не нужны. Жалко, конечно. Только труда о ресурсах потрачено на изготовление. Причем состояние такое нормальное. Да, второй фильтр немножко ржавый. Ржавый, ржавый. Но буду пробовать все-таки. И я буду усиливать углем. Я уже привык все свои фильтры, которые покупаю. Теперь усиливаю углем. Без сантехнической муфты. Просто напрямую вот так вот привяжу. Сейчас шапочки эти с углем. Это грамм по 150 насыпал угля. Это уголь активированный специальный. Кокосовый. Марка 1240. Каждый раз спрашивайте. У меня все это написано на сайте. Уголь продается в магазинах, в зоотоварах, там где аквариум. Он нужен для фильтрации воды. Видимо, те, кто рыбами занимается, вот такую уголь часто покупают. Поэтому в розницу можно купить в зоотоварах. Ну все, поехали. Сейчас соединим. Да, бедному кто-то неудобно делать. Но все-таки я попробую. Так, это другое. Так, это другое. Вот, запихал в заплечный мешок. Мне удобнее работать, когда мешок с фильтрами за спиной висит. Для этого я маску купил от ГП-21 с двумя клапанами вдоха. Некоторые товарищи говорят, что это неудобно, что мне по полям надо бегать. Надо, чтобы за спиной баллон висел, аппарат, штиль. Но, ребята, эта система, она для квартирных обработок, для помещений, для уличных обработок, конечно, она не годится. Это надо понимать. Я работаю в основном по квартирам, поэтому я сделаю для себя, для квартирных обработок. Если бывают задачи у меня там по полям, по огородам, там совсем другая фильтрующая система. Ну, вот фильтр DOT 780, с которым я работаю последние несколько месяцев. Все-таки, да, он хорошо фильтрует, но слишком дорого выходит. То есть, такой фильтр, два таких фильтра с усиленным углем, я месяц не вырабатываю. Вот 20 дней и все. Сегодня 20 декабря, все, я с ним уже не могу работать. Еще, на самом деле, неделю назад надо было заменить. То есть, и это выходит слишком дорого. Сейчас я ее положу, конечно, на батарею. Попробую проверить потом, может он высохнет, немножко сама очистится. И попробую еще поработать. Но, вот такие дела.